Красивые струи признак серьезной проблемы для иркутского микрорайона Зеленого. Фонтан возник из открытой задвижки. Так сети освобождают от холодной воды, чтобы приступить к ремонту труб. На одном из участков они перемерзли. Из-за этого без холодного водоснабжения оказались жители 8 многоквартирных домов. 16 октября у нас вечером исчезла вода. Холодное водоснабжение пропало. К диспетчеру позвонили, сказали, что авария. Сейчас уже третий день без воды. Воды внутри длинного куска аварийной трубы еще достаточно. Ее удерживают ледяные пробки. Они образовались из-за первого серьезного мороза. Прогрев коммуникации результатов не дал. Металл стали вырезать, менять на новый. Работы затянулись на несколько суток. Все это время воду жильцам подвозили автоцистернами. А все, что выливалось из трубы в процессе ремонта, стекало в соседние дворы. Не жалуются на недостаток воды местные автовладельцы. Многим из них сегодня пришлось добывать свои машины из-за льда с помощью лома. Где оставлять транспорт на ночь, пока неизвестно. Также неизвестно, когда ситуация придет в норму. Сегодня подачу воды в несколько зданий возобновили. Жители остальных продолжают ждать автоцистерну. Или ездят наливать канистры на колонку в соседний поселок. И те, и другие подозревают. И еще одни морозные сутки, и холодную воду в отремонтированных трубах опять перехватит. Это предположение люди подкрепляют видеокадрами. Вот результат того, что трубы не были утеплены. Утепления нет на протяжении нескольких сотен метров. Почему, знают только в Министерстве обороны. Именно ему принадлежат трубы с холодной водой. Собираются ли военные закутывать их в изоляционный материал? Неизвестно. Помочь в этом вопросе готов муниципальный водоканал. Пока организация прислала рабочих для помощи в ремонте аварийных труб. Водоканал города Иркутска помогал Министерству обороны по отогреву трубопровода. Непосредственно трасса, которая была заморожена 400 погонных метров, нашими агрегатами была прогрета и полностью подготовлена к запуску. В некоторых местах произошло просто повреждение. Сейчас представители войсковой части устраняют. И после того, как они устранят, запустят саму систему водоснабжения. Чтобы система жила, необходимо выполнить изоляцию трубопровода совместно с тепловой сетью. Тепловая сеть, как и трубы с горячей водой, уже перешли из ведения Минобороны на баланс города Иркутска. По той же схеме муниципалитет рассчитывает взяться и за холодное водоснабжение. Это в ближайших планах. А пока военные обещают дать воду всем, без исключения абонентам, ближе к вечеру. Сбудется ли такой прогноз? Будут ли выполнены обещания? Станет известно позже. Лады Рыбакова, Владимир Пинаев, Новости по будням.